Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! В программе «Пятница» с Анатолием Голи на телеканале РТР Молдова ведущий напомнил события, когда было признано новое правительство социалистов во главе с премьером Мэйей Санду. Тогда ДПМ с Плохотнюком не торопились уступить власть, но события развивались в правовом поле, и они были признаны большинством. Так считает Петер Михалко, посол ИСВРМ. После того, как было сформировано парламентское большинство, оно выбрало новое правительство. ИС был готов работать с ним, так как оно выражало волю большинства. Это совпадало и с решением КС, была четкая позиция Совета Европы и Венецианской комиссии, очень важных органов с точки зрения демократии и конституции. Это стало основой для позиции, которую я выразил на встрече с тогдашним руководством ДПМ, отметил Михалко. Он намекнул, что Плохотнюк пытается переубедить его, но посол ИС дал понять, что это бесполезно, так как уже все решено и дискутировать на эту тему бесполезно. Не было какой-то дискуссии, кроме упомянутых правовых аспектов. Нам пытались представить другую точку зрения, но такая позиция была невозможна, потому что уже было сформировано парламентское большинство, заявил Михалко. Отметим ранее, генеральный прокурор Молдова Александр Стояногла заявил, что беглый олигарх Владимир Плохотнюк скрывается в Турции. «У нас есть разная информация по этому поводу. Согласно секретным данным, которые имеются в Генпрокуратуре, господин Плохотнюк в настоящее время находится на территории Турции», сказал Стояногла на пресс-конференции в четверг. Он подчеркнул, что расследование в его отношении продолжается. «Мы потребовали экстрадиции господина Плохотнюка из нескольких стран. Получили промежуточные ответы. Эта работа продолжается. Мы также продолжаем расследование в отношении Плохотнюка. Расследование проводится не только в Молдове, но и за рубежом. Это касается его компании и имущества. Мы наложили арест на сумму более трех миллиардов леев, около 150 миллионов евро. Есть и определенные успехи, о которых мы пока говорить не будем», сказал Генпрокурор. Как сообщалось, Влад Плохотнюк покинул Молдову 14 июля 2019 года. После того, как демократическая партия утратила власть, и на смену кабмина Павла Филиппа пришло правительство Майи Санду. С первых дней различные политики разного уровня заявляли, что экс-лидер демократов находится в США. В начале февраля один из его соратников, депутат парламента Андриан Кандо, подтвердил, что Плохотнюк с семьей находится в Соединенных Штатах Америки. За все это время его так и не объявили в розыск по линии Интерпола. 16 июня того 2020 года генеральный прокурор Александр Стояногла отправил компетентным органам США запрос на экстрадицию экс-лидера демпартии Владимира Плохотнюка. Однако Интерпол отказался включить бывшего лидера ДПМ в международный розыск из-за некорректно заполненных документов. 29 сентября 2020 года турецкие власти уведомили Генеральную прокуратуру РМ о том, что Владимир Плохотнюк находится на территории их страны. По данным СМИ, находясь в Турции, он провел встречи с некоторыми молдавскими политиками в Стамбуле. Затем 28 сентября направился на Северный Кипр. Частично признанное государство неподконтрольное Республики Кипр и поддерживаемое Турцией. В Молдове в отношении Плохотнюка возбуждено уголовное дело по трем статьям – создание и управление преступной организацией, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах.